ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ 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 Мы немало форматов, немало, грубо говоря, жанров перепробовали Разные подстройки, разная дальность Мы обычно как играем? Чуть ли не на аванс-сцене Ближе к выдвижному порталу, а тут она, давайте, как можно глубже Нас же не слышно, нас не видно, все хорошо, не переживайте, все продумано То есть Женя все под контролем держала Она уже знала, что как должно быть Позвала своих товарищей, художника по свету, художника по декорациям То есть сплоченная команда, они быстро в наш коллектив влились Вот мы их, я не знаю, можно распространять или не можно, спойлер, не спойлер Но мы ждем еще их раз, и дай бог не один раз Теперь немножко о вашей роли Антон Павлович Чехов, вот ваша роль Из двух, наверное, тоже не будем говорить так Просто про роль Роль, много об этом Для меня за эти 9 лет это самая сложная и хардкорная роль То есть... Доставляла постоянную боль его самолюду Ну ты что, чай? Имеет пристрастие к чужим ботинкам, к чужому табаку Каждый день Володя умолял маману Кувак, она была некрасивая, немолодая Да, Володя, отлично это знал Отлично? Рядом в воображении снятую Ничего ты еще чего, Володя, еще не знал Вас, понимаете, нет жизни и огня Нет, я не знаю Я вас люблю В глазах его Помутилось У меня были, ну, ведущие роли То есть иногда Но ведущие это не означает главное А тут считай главная роль Когда ты с самого начала безвылазно на сцене У меня такое впервые И в плане сложности это И интересно Это очень интересно Сейчас геймерский такой сленг Есть игра Dark Souls Одна из самых сложных Когда ты проходишь ее, эту игру Ты побеждаешь босса Чувствуешь некий кайф от этого И вот здесь то же самое Когда справляешься с ролью Ну, хотя, опять же, справляешься Это не мне судить А режиссеру и зрителю Но, определенно, от этого я кайфовал Но внутренне вы для себя поняли Что вы справились с ролью? Сделали все, что смогли Вот это у вас понимание Ну, вот Сделал все, что мог Я считаю, что да А вот справился, не справился Я очень самокритичный С синдромом самозванца То есть никогда не бываю доволен собой Потому что я знаю Всегда можно лучше Я Жене об этом сказал Она меня нахваливает Гриша, я знаю, ты комплименты не любишь Не сильно воспринимаешь их Но и дальше нахвалила меня Что я все-таки справился с ролью По ее мнению А я считаю, что Всегда можно лучше Что бы ты ни сделал Ну, вот вы Допустим, если с вашей историей Грубо говоря, условно Любую роль, которая вам лично нравится Не эта У вас понимание происходит Что вы справились с ролью? То есть удовлетворение от той работы Понятно, вот сейчас как бы Ну, только отрабатывается А вот потом Со временем Когда уже будет Зрители Когда это уже пойдет в сезон Вот удовлетворение Оно же отыгрывается Отыгрывается То есть удовлетворение будет? Я надеюсь на это Иногда бывает так Заматориваешься Заавтоматизируешься Что уже просто Не воспринимают Что финал спектакля Это просто какой-то щелчок А, закончилось Ну ладно, я пошел А иногда накатывают Ну, опять же, некий кайф То есть на этом На пресс-показе У меня был кайф То есть и от зрителя От дачи зрителя Через аплодисменты идет Это отдача Ну и кайф Я всегда кайф испытываю От работы с партнером То есть это самое ценное Это вопрос Вот в первой части В первой части, да Усложно скажем Гармошку Это постановка режиссера была? Гармошка в смысле Аккордеон? Баян? Когда вы общаетесь Гармошка На Возле стола А, ну это баян Это не гармошка Гармошка это Я обидел Гармошкой Да, да, да Это мой лексикон Баян Вот чья это То есть Я понимаю, что Режиссерский замысел Ну, символизм Символизм такой, да Тогда продолжим Инициатива наказуемая была С этим режиссером Ваше Ну, ваше внесение Вашу роль Грубо говоря Что-то там Предложение С вашей стороны Воспринимались Ну, допустим Какого-то там Движения Слова Вот Что-то Такого Она Она абсолютно Поддерживала Свободу Эту То есть В рамках своего персонажа В рамках своего образа Она говорила Можно все То есть Вы главное Оправдайте Вы главное Проживите Воспринимайте То, что вам партнер дает И двигайтесь В этом направлении То есть В этом она абсолютно Поддерживала А в плане баяна Ну, вернемся чуть к этому К символизму Она говорила Натурализм на сцену Я не хочу нести Там у нас мало натурализма Да Символизм такой Ну, тут Я не буду говорить Про что там был Натурализм и символизм Да Лучше это через символизм Нежели нести Все это на сцену Аккуратно Не переживай Не переживай Я не переживаю Все осталось в одно ощущение Ощущение острова Остановись Необыкновенного И небывалого счастья Выйти и войти роль Продолжайте Много ролей, да? За ваш жизненный опыт Как вам Легко выйти из роли Или тяжело Допустим Условно Я не знаю точно Допустим Я играл сегодня Ну, с утра Одного героя А вот Вечером У меня другой герой Вот как переключиться Между разными характерами Между разными ролями Как это можно Ну, такой Собирать Ну, в плане Психоэмоционального У меня нет такого Что А, я погрузился В роль Теоретического Отела И я хожу Там ревную всех подряд Душу кого-нибудь У меня такого нету То есть Я быстро Выключаюсь Из этого Возможно Я не включался Кто знает А иногда В плане техническом Особенно Это сказок Касается Допустим С утра Была сказка И там Какой-нибудь Говорок Через гэ Через шепелявость Через картавость И вечером Выходишь на сцену Репетировать И бах Снова эта картавость Высовывается Типа Простите У меня какой-то Автоматизм С утра сработал Ну, это такой Флэшбэк Небольшой Так и справляюсь Ну, и к спектаклю И вторая сцена Вот Где вы Рассказчик Вот Я хотел бы Какой текст Вам подсказывают Текстов Я все переживал Я просто не помню Помните Вот в старых театрах Вот эта каракушка Как Да-да Тоже не помню Там суфлёр сидел Суфлёр Кто вам подсказывает Да нет Текст со временем Быстро усваивается На самом деле Текст это Меньше Изол То есть Вообще Для меня Кстати Да, вот В чем еще сложность была У меня впервые Настолько большие монологи То есть Казалось бы Я смотрю Ну там Страницы полторы Полстраницы Мы из этого вымрали Страницы осталось Ну думаешь А, как я все это выучу А со временем На репетициях То есть У меня даже не было такого Что я дома сидел И этот текст заучивал То есть Мы раз прошли С текстом в руке Два прошел Три прошел На третий раз Уже текст убрал И как-то пошло Давайте тогда завершим Грубо говоря Как вы думаете Как воспримут Наши Граждане Гости города Этот спектакль Я понимаю Происпоказ был Но Реакция Аудитории Какая-то Необычный спектакль Для нашего города То есть Наверное Начнем С необычности Или обычности Спектакля И ваши Ну Вставки Усерно говоря В плане Обычности Или необычности Спектакля Тут вопрос С чем сравнивать Если с плахой Сравнивать То В плане Восприятия Жанра Формата Нечто похожее Ну Мне кажется Чуть меньше Меньше Этого символизма Больше Некой А Да не обидятся Плаховцы Чуть больше Правды Правды жизни Что ли Как-то так Да Зритель Мне кажется Ну если ему Плаха Понравилось В плане Драмы Трагичности То наверняка И это зайдет Но Я сейчас от себя скажу У меня эта мысль Еще вчера возникла Как Гриша Актер Я очень доволен Тем спектаклем Этой ролью То есть это огромный рост А вот Как Гриша Человек Честно Мне было бы Тяжело смотреть Такой спектакль Я сам по себе Человек Который старается Открещиваться От лишнего негатива В тяжелые времена Живем В принципе Если глобально взять И хотелось бы Нечто такого Позитивного И светлого Со слов Жени Со слов Артистов Со слов Зрителей На пресс-показе Многие этот свет В конце уловили Я его честно До сих пор Не могу уловить Я в нем Не вижу какого-то Есть слово Катарсис Катарсис Очищение То есть Когда ты выходишь После спектакля Какой бы он ни был Трагичный Драматичный Если у тебя есть чувство Легкости После этого спектакля Ты выдохнул Это хорошо А если человек Вышел после спектакля С мыслями Жизнь Тлен Ужас Как же жить дальше Я считаю Что так не должно И я рад Что мне сказали Зрители На пресс-показе Что им было легко После спектакля Для меня это ценно И надеюсь Я этот свет Увижу в нем Хотелось бы увидеть